Здравствуйте, дорогие друзья. С вами я, Татьяна Салмановна Макту Сайфудин. Вспитались в области позитивной психологии. И моя новая программа, анонс моей новой программы «Завтрак на позитиве» со мной, Татьяна Салмановна Макту Сайфудин. Приготовила себе завтрак, нектарин, сухой завтрак, кофе. Сейчас буду кушать. Ну что, дорогие друзья, чтобы зарядиться плечом, нужно посмотреть, в том числе, в частности, послушать что-нибудь хорошее и позитивное. Ну что, поехали? Начиная с 16 августа, нас встретят необычной датой солнечного календаря. Солнце делает переход в следующий месяц и одаривает всех остальной энергией. А значит, каждый может подзарядить свою жизнь на привлечение удачи и благополучия. Особенно без ученики эти 2 суток будут будут знаки принадлежа. Ну, вы понимаете, да? Теперь давайте посмотрим Наталью Правдину. Шикарное, шикарное видео. Просто она говорит. Мощнейшая практика от Натальи Правды. Она тоже позитивная. Ну, линию на руке. Красный, красный фломастер обязательно. Красный – это который пишет красным. Так что вот, имейте в виду. И увеличить линии на ладони – это просто уникально. Просто феерически. Я сейчас послушала. Я думаю, что это… Ну, в общем, еще раз надо послушать. Но на самом деле… Когда это загружено? Заживание свечу. Я звеню, кто на курочек. И я сейчас купаю. Буду кофе с мистеринчиком. Сейчас, если вам понадобится красная ручка. Ну, красная ручка – это та ручка, которая… пишет красным цветом. Надеюсь, что это понятно. Да? Мы вступаем к практике. Прямо сейчас. Вот сейчас. Мы меняем вашу судьбу. Это очень-очень-очень-очень сильная вещь. Мы меняем нашу судьбу. Очень-очень активно разогреваем ручки. Очень-очень активно разогреваем, разогреваем. Прямо будет прям очень-очень сильно активно. Сильно-сильно-сильно-сильно-сильно. Чтобы прямо горячее-горячее, чтобы кровообращение пошло. Ох, хорошо. Можете даже вот так вот поделать, да, прям вот, чтобы… Все, ребята, у нас начинается новая жизнь. Дальше, что я хочу сказать. Вообще, даже хорошо, вот эти линии вашей жизни, вот сейчас вместе со мной в эфире, вот помассируйте ногтями. Неважно, вы правша, левша. Допустим, сейчас я правой рукой левую ладошку массирую, да, потому что я буду правой рукой это все делать. Если вы левша, соответственно, можете правую ладошку. Если вы левша, соответственно, можете правую ладошку. Вот эти ногтями у нас начинается новая жизнь. Хорошо. Как вообще? Как, конечно, действительно. Можно даже вот так вот поделать, да, ребят? Ребята, у нас начинается новая жизнь. Все, ребята, у нас начинается новая жизнь. Дальше, что я хочу сказать. Вообще, даже хорошо, вот эти линии вашей жизни, вот сейчас вместе со мной в эфире, вот помассируйте ногтями. Вот мы будем, неважно, вы правша, левша. Допустим, сейчас я правой рукой левую ладошку массирую, да, потому что я буду правой рукой это все делать. Если вы левша, соответственно, можете правую ладошку. Массируйте ваши линии, чтобы они у вас тоже сейчас прям загорелись. Помассируйте, 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 помассируйте. О, у меня уже просто, у меня уже, знаете, такая энергия пошла. Дело в том, что вот эти линии, они еще очень связаны с нашим головным мозгом, дорогие друзья. И когда вы массируете линии жизни, кстати, совет даю, если у вас плохое самочувствие, массируйте линию жизни. Линия жизни это ваше здоровье. Линия жизни это здоровье. Если вам нужно принять какое-то важное решение, массируйте линию ума, понимаете? Если вам нужна любовь, массируйте линию любви. Ой, ну и начинаем, начинаем священное действие. Распишите вашу ручку, красную ручку, как следует, распишите, распишите, распишите. И начинаем с вами рисовать. Мы начинаем прорисовывать новую линию жизни, красненьким, рисуем ее на своей ладошке. Прямо активно, активно, если она у вас короткая, если она у вас прерывается, мы ее продолжаем. Вы все поняли? Вы поняли, что мы сейчас делаем? Если у вас плохое здоровье, значит, рисуем, всегда начинаем с линии жизни. Самое главное в жизни это здоровье и это жизнь. Это качество энергии. Вот, прорисовали линию жизни, прорисовали, прорисовали. Ой, что мы делаем, ребята? Это вообще очень круто. Далее, что мы делаем? Далее, второе, самое главное в жизни после здоровья, как я вам всегда говорю, это ум. Прорисовываем линию ума. Вот он идет у нас, да? Линия ума. Идет. Надеюсь, все знают, где линия ума. Если она короткая, значит, делаем ее длинной. Прорисовываем как следует. Очень хорошо. Вот у нас мощная энергия жизни, мощная энергия ума. Прорисовали. Далее у нас идет с вами линия судьбы. Вот она. Линия судьбы. Она идет по центру ладошки, по центру. Прорисовываем как следует. Очень хорошо. Вот у нас мощная энергия жизни, мощная энергия ума. Ну да, мощная энергия жизни, мощная энергия ума. А вы знаете, это вообще такая интересная. Наталья Борисовна Правдина очень интересно придумала такую практику с линиями жизни. Вы знаете, если у вас маленькая линия ума, и вы хотите быть умнее, просто дорисуйте эту линию у себя на ладошке. Гениально. Это вообще, когда я посмотрела, гениально. Это, знаете, между Симароном, юмориконом и позитивным мышлением. Но у Татьяны Салмановны была такая серия любимых книжек «Не знай-ка на луне». Вообще, на самом деле, я в детстве такие книжки вообще любила читать «Не знай-ка на луне». А еще, знаете, вот такое там, знаете, вот это вот было волшебно, такая книжка «Волшебный город». Знаете, вот это, ну, не буду вам там это все пересказывать. Ну, смысл такой. Смысл такой, я там, в общем, более, может быть, до интернета вам прочитаю. Ну, смысл такой, это в детской книжке было написано. Хочешь быть сильным, скажи, что ты силен. Хочешь быть уверенным, так и скажи, что ты уже обладаешь уверенностью. Это гениально, просто. Так что, вот, это было много-много лет назад. Как полезно вообще детские книжки читать. И, конечно, такая вот практика. Так что, вот. Я великолепно помню, как мы после семинара, Наталья Борисовна Правдина сказала, что, ой, теперь по Симарону. Я бы посетила вообще курсы Симарона. И, в общем, там было так весело. Сейчас я вам расскажу. Кто желает, встает на стульчик, прыгает со стульчика и говорит, поперла, чтобы удачи, счастья, новая жизнь, все хорошее вошло в жизнь. Как-то вот это вот. Потому что, вы понимаете, как она еще в своей книжке пишет, ну, наверное, не она придумала, а, как она говорит, в Америке. Она сидела в библиотеках и читала очень много умных книг. Так что, вот. Энергия идет за радостью, за удачей. Нужно быть, понимаете, наполненным счастьем, быть счастливым. Тогда и будут деньги, будет счастье и удача. А почему? Потому что это подъем, понимаете, подъем вот этой вот универсальной энергии любви. Вот такие вот дела. Самые успешные бизнесмены Ну, сейчас я нахожусь, я нахожусь, я нахожусь, покушаю, прожую. А то уж я, знаете, уже решила, что, знаете, все-таки нужно сюда поставить, и сказать, вот я кушу, я уже сейчас посмотрю, там, засмотрим, вот я покушаю, я расскажу, там, что я тут и кушать, и рассказывать. В общем, как обычно у меня, знаете, вот это вот. Не, каждого, знаете, вот ингалстер, как-то вот это вот, и, в общем, на позитиве. Ну, все-таки нужно, кстати, она там мало. Так, и нужно что-то покушать, а не вот этого. Хочется, знаете, вот это все и сразу вам сказать. Слушаем пока Прорисовали Далее у нас идет с вами Линия судьбы Вот она Линия судьбы Она идет по центру Ладошки По центру По центру И она заканчивается где-то У основания среднего пола Позже этого у нас идет Конечно же деньги Вот от линии судьбы Дорогие друзья И идет такое ответвление Это линия Как раз мерферия Линия мерферия Линия мерферия Линия мерферия И вот Мы с вами нарисовали Это Да Когда Салман не терпится Понимаете Лекшон Лекшн Сказать Лекшн Понимаете Сказать То, что она изучала Много лет Понимаете Салман Если входит в это Виапи Виапи Состояние Понимаете Вот это По системе Еще пиджачок Еще по системе Пиджачок Это Виапи Понимаете Рассказать Все, что она узнала В этих невероятных книгах Понимаете Хочется рассказать Это энергия Понимаете Самые Одни из самых В принципе успешные Вот там так и говорилось Что посмотрите Это сексуальная энергия Эти бизнесмены Самые успешные Они Обычно Очень Знаете Сексуальные То есть Они обычно Ну Симпатичные Ну Понимаете Симпатичные То есть Вы поняли Да Они обладают Высоким уровнем Вот этой вот Энергетики То есть Они привлекательные Они сексуальные Вообще Честно говоря Я не знаю Я об этом читала Я Как говорится Я просто в книжках Читала Что на самом деле Вот Да Вот эта вот Сексуальная энергия И она у них Вот выражается Вот в этих вообще Объемах Денежных объемах Вот Но обратите внимание Человек богатеет Он покупает Шикарные дома Понимаете Машины Красивые часы Одежду Понимаете Это костюм Часы Это понимаете Это ухоженная Это такая прическа За невероятные деньги Вот Но это определенный уровень Это шикарная машина Это все Знаете Всякие такие Эти штучки Аксессуарчики Портфельчик Ах Как главное Иметь очень даровой портфель Такой супер-супер Такой с портфельчиком Вот это Ну У кого Такая вот Такая вот работа Понимаете Это визитная карточка Поэтому Наталья Борисовна Правда На своих книжках И писала Всегда Нужно выливить На миллион долларов Так что Всегда Даже вот За завтраком Я недавно Встала Бегла я поздно Так что Вот Ну Встала недавно Ну да Сейчас около Трех часов дня Трех часов дня Ну как я люблю поспать А Массаж Вот она говорит Про это А я делала Каждый день Час выгляделю С собой секретиками Массаж Массаж Стоп Так что Вот Акумпунктуру Массаж Стоп Занимаюсь Массажем Майкстопа Ну Уже это Примерно Месяц По два Часа в день Так что Это с утра На рассвете Обычно Это бывает С утра Так что Это час Потом еще час Где-то часа Часа два Вот Кто-то занимается йогой Кто-то цигун Так что Вот Вы обратите В интернете Какое количество Точек Находится на стопе Стопа Человека Моё такое желание Моя такая страсть Понимаете Страсть Как я вот это Вот Как салманы Скучать не любят Я даже в этом ресторане Помню Перри мне сказал Ну ты говоришь Что Убили Там Какая-то Какой-то Какой-то Коктейль Патти Ты говоришь Съезд Я Что-то Дома Все У меня Грант В ресторане Грант Коктейль Патти Коктейль Патти Это когда Они Все ходят С бокалами Вина И там Такие Знаете Вот эти Вот Закуски Такой Вкусный Закусон Всякие Но Там Не сидят В ресторане Я такой Вот Патти Там Ходят И общаются Между собой Так что Вот Такой Фуршир Бакет По какому поводу Это был Фуршир Бакет Я не помню Я там Вообще Никого Не знала Так что Вот Я такая Пришла С этим Букалом Вина Ходишь Ну С каким-то Букалом С этими Закусонами Вы понимаете Да И в общем Ну да Я там Познакомился Один Мужчина И В общем Вот Это Вот Ты хоть У меня Я спросил Да Они Обычные Знаете Обычные А чем Вы занимаетесь Знаете Все американцы Они обычные А чем Вы занимаетесь Знаете Все американцы Ох Патя Саламан Такая Принцесс Принцесс А чем Вы занимаетесь Ох Я такая Я такая Я же По 10 часов Эти книжки Ох Я говорю Да Вы знаете Что Джон Рокфеллер Разбогател Сам Что-то Я ему Там Такое Про Джона Рокфеллер А я Как Биографию Читала Этой книжки На английском Я говорю Вы представляете Джон Рокфеллер Сам Разбогател И в общем Когда он уже Стал богатым У него Спросили И он Сказал Одну фразу У него Спросили Как вам удалось Разбогатеть Стать одним Из самых Самым богатым Человеком В мире Он был Самым По-моему Богатым Согренно Не ошибиться Ну я Был Супер Супер Богатым В общем Он был Богатейшим Человеком Своего Времени Разбогател С нуля Вот чему Понимаете Вот чему Он уникален Поэтому Я обрезучала Эту биографию Спросили Я думаю Я тоже Хочу Разбогатеть Сейчас Сначала Салману Все изучит Так что Вот Так что Вот Так что Держитесь Там Что Он занимался Нефтяными Заводами Так что Сначала Салману Решит Заниматься Нефтяными Заводами А как Говорит Вот это Все Миномама Чтобы Вот Список Этих Продуктов Составлять То Нужно Заниматься Нефтью Газом Неоднократно Так что Он Скупал Что-то Он Скупал Точно Не Знат А Он Такими Подприятелями Большими Занимал Так Вот Держится Алману Не Любит Конкуренцию Я Послушала Как Говорит Михаил Маратович Что Какие Там Вот Меня Это Смутило У меня Это Не Очень Я Позитив Чеком Я Лучше Двину Кого Нибудь Замотивирую На Миллиарды Позитив Чеком Потому Что Понимаете Вот Это Держит Семья С Какими То Этими Если Это Бизнес Если Это Какие Я Поняла Что Это Бизнес Такое Дело Что Понимаете Там Как Не Относился А Бизнес То Нужно Как Общаться А Не Поняли Мне Это Мне Ближе Знаете Тони Робинс Вот Это Вот Все Конечно Поэтому Даже Не Знаю Понимаете Вот Это Для Меня Знаете При Определенном Уровне Достатки Думать Что Еще Один Нефтяное Предприятие Иметь Еще Понимаете Если Я Убер Супер Богато И Такой Вопрос Вот Там Еще Одна Какая Нефтяная Там Вот Это Нужно Поступиться Принцип Какими Это Понимаете На Френдинг Или Еще Что Я Подумала Нафиг Это Предприятие На Карму Понимаете Подумай Будешь Вот Эти Вот Эти Линии Увеличивать Понимаете Сидеть Вот Это Головную Боль На Одно Место Понимаете Портить Карму Приобрести Еще Одно Предприятие Если Понимаете Уже Такая Богато С Этими Нефтяными Вот Этими Еще Одно Понимаете Еще Одно Что Сказать Что Я На Какие Нули Еще Больше Богаче Взвесить Карму Негатива И Это Предприятие Оно Тому Не Стоит Вот Это Татьяна Соломановна Была Так И Объяснила Вот Это На Самом Деле А Что Что Мы Вот Это А Мы Никак Хотим Шопиться В Гармонии С С С С Да Как Ж Вам Шопиться В Гармонии С С С Правильно Знаем Понимаете Я Так Считаю Ну В общем Возвращайтесь К тому Мужчине Просто Мне Уже Кому Небудь За Вот Это У Чего Такое Потому Что У У У Страсть К Этому А К Этому Заводам Понимаете Когда Уже Такой У Этот Уровень Я Понимаю Что Они Между Собой Наверное Джон Рокфеллер Он Соревновался Он Хотел Быть Богатейшим И Он Понимает Он Хотел Да Я Самый Богатый Поэтому Он Это Делал Вот Это Вы Понимаете Смысл Вы Смотрели Фильм Я Жил Вам Показывала Екатерину То Же Самое Понимаете Вот Это Помогать Немцам Во Время Второй Мировой Войны Нефтью А Потом Чтобы Эти Немцы Вот Эта Война Вот Эти Пленные Вот Эти Снились Всю Жизнь Пообратите Внимание Тот Кто Убил Вот Этого Как Там Вот Это Фильм Екатерина Очень Хорошо Показан Понимаете Ему Кошмар Этот Снился Понимаете Потом Оставшуюся Жизнь Короче Это Фильм Очень Хорошо Показано То Это Как Бы Того Не Стоило Я Не Знаю В общем Вы Понимаете Да Вот Это Просто По Историю Посмотри Я Же Еще Говорила Очень Хорошо Фильм Показано Я Не Помню Как Это Муж Екатерина Эта Екатерина Которая Квласти Пришла Которая Недолго Ну Да Он Такой Был В общем Это Вот Это Вот Но Фильм Так И Показано Тот Кто Его Он И Потом Всю Жизнь Снился Кошмаром Он Просыпался Среди ночи В поту Понимаете Короче Как там Я же не буду Вы посмотрите Фильм Если Хотите Спросить Куда Его Надо Было Девать Откуда Я Знаю Что Рассказываю По факту По факту Он Хотел Он Был Там Влюблен Какую-то Женщину Хромую Он Хотел С ней Куда-то Там Вот Это Вот Уехать Я Не Знаю Надо Было Его Наверное Какой Это Выходит Там Сидел Надо Было Ему Его Монастырь С этой Женщиной Посадить Он Же Хотел Когда Они Пришли Его Арестовывать Он Был Там Влюблен Не В Екатерину А Вдруг Он Влюбился Вот Судя По всему Его Надо Было Посадить Какой-нибудь Как Они Обычно Монастырь Мужской Монастырь С Этой Женщиной Короче Ну И Жил бы Повстанцы Его Освободят Он Опять Придет К Власти Ну Я Не Знаю Вы Почитайте К К Сударь Там Понимаете По поводу Власти Они Более Знают Что Там По Этому Поводу Опять Кстати Он Фоманов К Завтра К Завтра К Посмотрите Османскую Империю Сколько У них Детей Было Какая У них Была Традиция Иметь Много Детей Много Много Вот этих Вот Мальчиков Ну Кому Удавалось Прийти Потом К Власти Всех Остальных Нужно Было Вот Такой Закон У них Было Решить Жизни И С Этим Грузом Править Страной Я Сказала Матом Но У нас Завтра На Позитиве Вот А Другой Страны Наверное Если Не Так Он Бы Постоянно Имел Междуусобные Они Постоянно Что Нибудь Пытались Отвоевать Вот Этого Если Вы Хотите Спросить У Меня Как Говорится Что Делать В Смысле Того Я Просто Историю Рассказываю Я Просто Вам Рассказываю Как Специалист В Области Позитивной Психологии Совершенно Совершенно Такое То Что Я Знаю Из История Посмотрела По Ютубу И По Поводу Кармы Понимаете А потом Они Удивляются Откуда Вот Это Потом Выписка Потом Выписка И Потом Как Это Все Книжка У меня Есть Книжка Как Стать Великим Как Стать Великим Вообще Там Говорится Что Мир Идет В Добро Понимаете Все Конечно Вот Так Вот Вот Это Все Мало Того Чтобы Не Водя Посмотрите Когда Вот Это Топ Топ Посмотрите На Антманскую Империю Ну Да Они Знаете Вот Это Большая Власть Но Посмотрите Они Там Будут Сидеть Там Как Б При Власти Ну Один Ну В принципе Да С Гаремом С Гаремом Сидеть Но Там Понимаете Вот Это Охрана Я Сделала Вывод Там Знаете Вот Он Один При Этой Власти А Раньше Как И Путешествия Они Раньше Или Воевали Или В 20 Сидели Я Еще раз Говорила Понимаете Ну Да Там Гарем Конечно Понимаете Конечно Еда И Все Это Наверное Вот Так Сидишь И Думаешь О Вот Эти Все Мои Территория Я Там Никогда Не Был Вот Это Ну Да Там Еще Одна Страна Еще Одна Территория И Вообще Понимаете Завоеванные Страны Короче Этот Список Сидишь Этим Списком Так У нас Территория На позитиве На позитиве Ну что Дальше Слушаем Красный Треугольник Денег Это Денежный Красный Треугольник Он Находится Да У нас Между Линией Меркурия Судьбы И Линия Ума Нужна Вам Любовь Рисуем Линию Любви От Указательного Пальца Рисуем Рисуем Вместе Сейчас Потому что Сейчас Очень сильная Энергия От Указательного Пальца Прорисовываем Ее Любви Вот И так Ходим Хотите Прорисуйте То же самое На другой Ладошке Друзья Мои Это Потрясающе Это Плот Потрясающе Вы Можете Пользоваться Этим Сейчас Всю Вашу Жизнь Нужно Вам Что-то Сделать Чтобы У вас Как-то Сдвинулось Что-то Прорисовывайте Себе Линии И говорите Я улучшаю Свою Линю Литву Я улучшаю Свою Удачу Своего Интеллекта Своего Ума Я улучшаю Свою Судьбу Я улучшаю Свои Бизнес Качества Потому Что Линия Меркурия Идет По диагонали К мизинку Я улучшаю Свои Денежные Качества Рисуйте Треугольник Денег Я улучшаю Свою Любовь И так далее Вы понимали Что мы сами Сделали Друзья Это Просто Супер Практика Я Ваш Катлическая Красотка Чувствуйте Насколько Я Удохновлена Поскольку Я Действительно Знаю Что Это Работает Потрясающе Вот У вас Какая Апасия У вас Какая Депрессия Нет У вас Сил Вот Делайте Это Упражнение Разотрите Литвушки Разомните Все Эти Линии Как Они У вас Идут Что Они Грели Потому Что Вы Даете Понимаете Вы Даете Информацию Своему Могу Головного Умница Вы Даете Информацию Своему Ангелу Хранили Что Вы Хотите Лучше Жизнь Об Этому Надо Заявять Понимаете Я Всегда Вам Говорю Если Вы Чего Хотите Не Стойте Тихо Булак Кричите Об Этому Говорите Я Хочу Лучше Жизни Я Хочу Любви Я Хочу Счастья Я Хочу Здоровья И Делайте Все Что Для Этому Говорю Наталья Правда И Если Вы Хотите Улучшить Свою Жизнь Ах Ну Да Это Наша Любимая Вот Эта Ваша Вот Эта Вот Травка Стрич Травку Ах Эти Мужчины Брутальные Которые Стрекут Травку Ах Ну Да Как Мы Вас Любим Там Где Вы Там Мужчины Шум Они Создают Шум Немножко Шум Ах Это Полицейцы Или Военные Это Полиция Или Военные Ох Какой Мужчина Ну Куда Он Проходит Мимо Боже Мой Это Полицей Мф Мф Мужчина Я Буду О Мечтать МЧС Россия Обратите Внимание Красивый Мужчина МЧС Россия Немножко Создаем Шума Немножко Шума Ах Эти Мужчины У нас Порядок Обратите Внимание Порядок Травка Что Любовь Постриженная Ах Какой Мужчина В МЧС Вот это МЧС Россия Прошел Боже Мой На Молодого Шишкина Похоже Где Мои 20 лет Дима Где Мои 20 лет Боже Мой Где Мои 20 лет О Кошечка Бежит Ах Где Мои 20 лет Татя Салмановна Надо было Конечно Не это Надо было Конечно Развлекаться Вот в этой Как называется Когда было 20 лет Когда было 20 лет Ах Такой Туман Немножко Тумана Ах Немножко Тумана Ну что Дорогие Друзья Я Немножко Прикрыла Иначе Вообще Такой Туман Туман Я подумала Будет нормально Как я здесь Буду Вот это Я же Не поняла Что То есть Надо как-то Выставить Свет Ну вы поняли Да Выставить Красиво Свет Или еще Поближе Нужно Подвинуть У меня Будет Мой Завтрак Витер Завтрак Ох Да Ну да Да На самом деле Вот так Вот так Знаете Вот на самом деле И будешь Когда уже почти 50 лет 50 лет жалеть Помню Дима Шишкин Пригласил меня К себе домой Представляете О Задачки Мы с ним решали Задачки А надо было Конечно Заняться Наверное Такой Вообще Симпатичный Парень Так что Вот Симпатичным Парнем Он был Таким Вообще Надо было Не теряться Конечно Когда мне было 20 лет Потому что Когда вам будет Знаете Вот это вот И когда будет 70 или 90 Будете вот Сожалеть Что упустили Какие-то возможности В жизни Я только сейчас Догадалась В мои 49 лет Стал бы он Приглашать Меня К себе Домой Чтобы Чего-то Там Есть Никакие Задачки Какому-то Ну Юридические Что-то Там Решали Задачки Мы с ним Решали А что Мы там С ним Делали Так Это было Не задачки Решать А личной Жизнью Заниматься И кстати Дима Удивила Вопросом Мне надо Было Растаможить Контейнер Я С удивлением И с радостью Обнаружила Что он Работает На таможне Правда Немножко На другой Таможне Он Контейнер Растаможел С нами Личными Вещами Такой Увидеть его Через много лет Вот такой Возмужавший Такой Знаете Вот Это Да Ну И кабинет Правда Он такой Да Ты проходи Сейчас поговори И кабинет Он на ключ Закрыл Ну Стал бы он Закрывать кабинет На ключ Если бы он Не имел Никаких Вот этих Видов А Татьяна Салман Он еще это не понимает Татьяна Салман Она как в этих Сказках задержалась Только недавно Поняла Он же мне сказала Я очень тебя рада И понимаете Когда я зашла К нему в кабинет Он кабинет Внутри закрыл Сейчас он говорит Это кофе С конфетками И вообще Я тебе там Расскажу Покажу Вот эти Короче Инсталляцию Боевых действий По-моему Он даже Автомат Калашникова Достал Мы с ней Поговорили Каждый о своем Я не помню Достал По-моему Что-то такое Какой-то Он говорит А я как-то Значками Я коллекционирую Значки Сейчас я тебе Покажу На компьютере Эти инсталляции Эти действий Военных действий Вот это так интересно Эти костюмы Шьешь Участвуешь В этих инсталляциях Как бы Шьешь костюмы И они Как бы Ну как это Типа кино Типа кино Играют В это Вот Какие-то боевые Там Какие-то боевые действия В времен Второй мировой войне Или что-то там Такое Особо не уникало А я Ну такая А я тебя А я этим Позитивом Увлекаюсь А я Фэншуй А я Позитивом А я Вот это Вот В общем Мы поговорили Каждый о своем Часа два Ну да Ну я Говорила Дима Ну личные вещи Такой Говорю Пипец Мало того Что это Лесной порт И вообще Все вот это И там Растаможить С этого Вывести С лесного порта Такие Вообще Такая была Морока Вот это Вот Если бы Конечно Это какой-то Бизнес Дело Конечно Шло На каких-то Вот О чем-то Там Таком Вот Сейчас Мне нужно здесь Убраться Понимаете Такой Пейзаж Не очень Ну там Вот Сейчас Так Ницца, когда она занавесилась, сюда ставлю немножко как-то вот это вот. Ну, в общем, мужчина, если делать порядок, на улице порядок, травку они пострелили, обратите внимание, они сразу, я вообще удивляюсь, они сразу ходят коллективом. Ну да, знаете, там, как обычно у начальника, входишь в кабинет, в конце кабинета там стол, и к этому столу еще такой присоединен, ну, чтобы посетители, в общем, такой вот присоединенный стол. Так что вот, лицом, когда ходишь туда, лицом с правой стороны, хотя он салманностью делал, так что вот. Мы, кстати, разговаривали мы по-моему, знаете, вот, он тоже не там за столом начальника сидел, а здесь. Вы помните, да, у начальников такие столы обычно бывает такой, стол начальника, а дальше идет тоже такой большой стол и стульчики, ну, чтобы, так скажем, а, в совершание приводить. Для совершания вот этого. Продолжение следует... Просто мне нужно было контейнер, из-за того, что я пришла личные вещи, огромное количество, ну там, большую часть это мебель, которую вы видите здесь, там в контейнеры была, вот, а потом коробки у меня с моими, там эти книгами, огромная коллекция одежды моя, в общем, там всякие статуэточки, вообще предметы быта, лампы, то есть, в общем, много чего, 5 тонн у меня было заявлено, 5 тонн груза, и мне надо было растаможить без открытия, без этого, без вскрытия пломбы, без досмотра, так что вот, потому что там говорят, когда, в общем, открывают контейнеры, нужно, как бы, ну, наверное, в присутствии владельцы открывают, там у меня же огромное количество коробок, я каждую коробку не подписывала, только нумерация у меня была, так что вот, да там же нужно код акпо, каждая из вещей код акпо писать, это я к этому, к лесному порту писала, к лесному порту, так что вот, я что-то писала, писала, я там денег заплатила, вот, это официально, через эту фирму официальную, всем этим занималась, занималась, а потом, когда дошла очередь, для того, он говорит, у вас 5 тонн, там 5 тонн груза, я говорю, а я не знаю, грузчики грузили, я спросила, сколько, они сказали 5 тонн, а мне этот мужчина, который вот этот, такой молодой парень, ох, какой симпатичный там парень, он мне говорит, так что, когда ваш контейнер в лесном порту поставит на листы, он не будет 5 тонн весить? Я говорю, хороший вопрос, это вообще интересно, я думаю, кино, вот она разница в этих, в юридических вопросах между Россией и Америкой, там фрактуешь, как называется, фрактуешь, деньги платишь, да, арендуешь контейнер, этот контейнер тебе привозят прямо куда тебе надо, понимаете, у меня вот это, знаю, так что, в Коннептику, на 50-50 МО, в Коннептику, прямо ко времени цигель, цигель, контейнер, пожалуйста, грузи, так что вот, оплачивай, куда, в Шиппинг, в Санкт-Петербург, в Бок Раша, все эти такие бумажки, все, вот это погрузили, грузчики погрузили, а кто знает, что это, сама нужно эту мебель взвешивать, интересное кино, там порядок такой, погрузили, пломбу, документы оформили, и все, он уезжает из контейнера, и все, получаете, уже через пару месяцев, в зависимости от погоды, там будет, там вот эти вот, ну, по морю, понимаете, как эти корабли, понимаете, по полугоду, там же огромная ручки контейнеров, там примерно срок, говорят, плюс-минус два месяца, прибудется в Санкт-Петербург, там, там на жизнь вообще, вот это погрузили, я хорошо у грузчиков спросила, они сказали, 5 тонн, откуда я могу знать, сколько там тонн, если правило, американские, все, он уже потом в Нью-Йорк, понимаете, из Коннептику, в Нью-Йорк вот этой фуры уходят, и там уже это грузится, вот это, как они там проверяют, ну, я не знаю, мало ли что ли там погрузил, у меня там были, например, люстры купленные, люстры запечатаны, я даже не открывала, я там купила по интернету пару люстр хрустальных, прямо в упаковке они у меня были, так они в контейнере там и ехали, так вообще интересное кино, Татьяна Салманна купила в Америке, по моей кредитной карте, я была Александра Татьяна, карта Bank of America, пару люстр, даже несколько, больше, чем пару, одна была вообще вот такая люстра, люстра такая, вообще огромная, мне ее доставили на Фикси-Сыскин Роудбулфил Каннектику с доставкой, я ее поставила в гараже, так что вот, потом она была, она была не открыта, она была в коробках у печа, у упакованных, потом грузчики погрузили эти коробки в мой контейнер, потом они приехали сюда, в Санкт-Петербург, потом грузчики мне разгрузили этот контейнер в мою квартиру на Волховском, 410, вы поняли, да, который я продала в 16-м году, и эти коробки с запечатанными люстрами пролежали там, хотя одну коробку немножко открывала, но я полностью не смотрела, и пролежали там, знаете, сколько лет, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 9 лет они пролежали эти коробки, одна так точно, и через 9 лет счастливым обладателем этой коробки стал Василий Валерьевич Санкт-Петербург, ну да, так все и было, ну это такие пары, все остальное, конечно, там, я знала, что там у меня едет, еще немножко кофейко, вот, ну за работу, мне нужно было мебеля все сюда перевозить, бартер у меня был, бартер, я часть вещей, часть одежды заплатила за ремонт и за перевозку вот сюда мебели, потом в мой эмлинг, в общем, на самом деле, такой немножко бартер-бартер, так что вот, это был не подарок, а не за работу, это не за умолновку, как я говорю, Василий Валерьевич, костюмы, теперь идут у нас пиджаки, я купила такое количество пиджаков, и все думала, я буду преподавать, я буду путешествовать по миру, я буду нести эти знания, позитив, и уже прошло много-много лет, с 2005 года, столько там, пятый, я даже знаю, 11 лет, эти пиджаки практически не одевала, там делала фотки, а видео, а, в Америке, так что вот, я решила, потому что некоторые у меня немножко оверсайд были, так что вот, я решила, и как бы, такие все пиджаки, там, 200, 300, 500 баксов, и такие просто эксклюзив, а сумки какие, а какая у меня коллекция одежды была, это просто вот это, я немножко сменила, понимаете, когда я была замужем, за примакционом дански, я как-то покупала такую вот эту одежду, и она начала заниматься этим позитивным мышлением, вообще на самом деле, решила, что я буду преподавать, понимаете, это пиджаки, вы понимаете, да, это не просто, как я сейчас одета в секси-секс, я вот такой пиджак, понимаете, такая блужка, пиджак, такая, я понимаю, это такая вот, я вот это вот, преподаватель, ну, такие они были, модные-модные, ну, такого классического стиля, но яркие цвета, у меня не было каких, ну, было там пару черных там, а только вообще коричневые, серые, черные, это не мой вариант, они были все-таки яркие, яркие, красивые, в общем, красивые, яркие, вот. А потом, когда я продала эту квартиру, я решила сменить стиль, вот. Я решила сменить стиль, в общем, честно говоря, такой стиль, ну, вы поняли, да? Это отдельная история, отдельная история я вам расскажу. Я даже могу сказать, где контейнер стоял, когда мы грузили в контейнер, кстати, контейнер я оплатила, у меня была счет мой, там, карта, к этой карте, у меня была, как-то, чековая книжка, счет, Bank of America, на мое имя, Александра Татьяна, чековая книжка к этому счету, к мне не просто так гулять вышел, так что вот, такая, такая вообще, вот эта вот. И что, я чек выписала, выписала чек на вот этим мужчинам, которые грузили вещи в мой контейнер, но этих мужчин пригласил мой муж, бывший, Ферри Максвелл Даннский. И контейнер стоял, контейнер был самый большой у меня, самый большой, был самый большой контейнер по вот этому, как называется, по тонажу, и у нас, поскольку на Фиксиксиске Муроу, вот такая вот, конечно, задом пришлось его давать, контейнер задом туда, и такой большой подъезд к дому, и немножко в горку, вот, так к самому дому этот контейнер не совсем подъехал, он, знаете, где стоял, я вам фотографии показываю, у нас был второй гараж в Ферри, где, знаете, гараж в доме, около дома, прилегал к дому, это один гараж, где собаки там, еще плетки с собаками были, вот, они там ночевали ночью у моего мужа, так что вот. Так вот, напротив, напротив, там такой двойной гараж, что вот этот контейнер стоял, не доезжая вот этого второго гаража, вот, потому что очень много вещей, как вот эти буфеты, грузили туда, с этого гаража, так что вот, так что как-то Татьяна Салмана написала, что Татьяна Салмана вам зачитает, я вчера уже начала вот этого писать, а потом думаю, надо как-то, надо как-то вот это вот, хотела продолжение написать, вообще думаю, вот это вот написать, я что-то хотела сказать, сейчас я вас снять на видео, вот. Это, знаете, такая вшота, еще, знаете, не, а я еще решила это в сказку, знаете, как-то вот это вот, как в сказку, ну, в какой-то что-то будем читать. Не, наверное, будем читать той штучки, где я опубликовала, это, самое главное, чтобы это хватило на компьютере этих байков килобайков, я надеюсь, мой компьютер записываю это видео, потому что я тут завтрак у меня был такой уже, как в Парижах вечером я заснимала и снимала, два часа говорила, полтора часа говорила, а компьютер не записала, это было вообще просто жесть было. Так что вот. Вообще-то, Теннис, по-моему, удаются экспромты, экспромты вообще, вот это вот рассказать, потому что, когда я начинаю, знаете, вот так вот немножко, так вот по книге, вот это вот зачитать, вот это как-то меняет немножко, не знаю, как-то вот, не знаю, какая-то, что-то в этом такое, вот не совсем то. Я люблю экспромты, но, понимаете, я, знаете, как себя хочу, чтобы это было очень, знаете, такая вот, все такой позитив и ни слова больше, понимаете, и это как-то меня, вот это, не знаю, напрягает, что ли, понимаете, вот эта книжка, вот эта цитата, что-то по делу, понимаете, и как-то шот сделать, вот. И это так меня напрягает, потому что я обычно, вот когда начинаю вот это говорить, я у меня уже не такой, а, вот такая, вот это вот, сейчас начинаю там, всякие прикосновения расскажу, или про мужчину, понимаете, видите, видите, какой мужчина шел, вот это МЧС России, мужчина, вот это, я начинаю отвлекаться, понимаете, начинаю это говорить, я по жизни такая, так что вот. Так что, если мне сказать, знаете, вот это вот, по тексту скажите, зачитайте, дадут бумажку какую-нибудь, знаете, вот нужно вот этот текст сказать. Я, может быть, текст почитаю, потом я его, может быть, не запомню, потом я, знаете, вот это вот, долго буду вот это морочиться, может быть, с этим текстом, вот это вот, понимаете, да? И это, может быть, даже выглядит как-то напряжно, понимаете, как-то напряжно по этому тексту. А что такое сказал? Я просто увидела мужчину, я подумала, что милиционер такой симпатичный, я говорю, ну, смотри, он честно оси. И он сказал, что он, в принципе, ну, такой немножко вот этого, на этого похож, я же сказала, он от Шишкина в молодости. Очень симпатичный мужчина, я просто ему сделала комплимент, туда прошу, а что такого? Просто шум такой был, вы слышали, вот такой, зашумели, как-то снимать. Ну, в общем, да, уроки энергии и изобилия. Итак, сказка начинается. Мы уже на яхте, или еще нет? Такое чувство, ах, ну да. Тут мелким шрифтом надо еще потренироваться. Ну, вы поняли, да? То есть я этот текст написала, сделала Монова, то же самое можно сказать в двух словах. Я же это написала, а на самом деле, это как раз вот это вот, в общем, как-то вот это. Хотела вам сейчас это зачитать, ну, ладно, я зачитаю, как бы покрупнее нужно набрать вот это вот. Покрупнее. Я подумала, вот это зачитать, я бы лучше своими словами скажу. Понимаете? Вот это вот. Ну, и да, я вот, как говорится, решила, как там я, вообще впечатлилась сказкой Михаила Маратовича Фридмана. Так что вот. Хотела Солмана Стимпендиану вместе с Михаилом Маратовичем Фридманом. Так что вот. Поэтому я и написала, что лучше в карту сокровищ, а карта сокровищ, это как-то по Марку Профиту. Я не нашла других источников ранее, чем это сделал Марк Профит в 1940 году. Об этом говорит Наталья Борисовна Правдина, но, как говорится, она преподает это 20 лет, а Марк Профит сделал карту сокровищ в 1940-х годах. Поэтому я вам там написала. И как она советует? классные картинки, каких-то вот этих вот, понимаете, разместить. На этой парте разместить, вы поняли, да? Если мы сейчас будем думать на эту тему, посоветую разместить, например, драгоценности, вырезать из каких-то журналов. А этой драгоценности кому-то принадлежат, кто-то их купил. Если это какие-то вообще супер-драгоценности, они в каких-то частных коллекциях больших денег стоят. Получается, в частности, Наталья Борисовна Правдина советует разместить на карте сокровищ, например, чью-то машину. Он говорит, вот, разместите машину своей мечты. И вы, например, размещаете машину мечты, посмотрели, какая-то в одном экземпляре вышла машина какая-то, какой-нибудь супер-миллиардер ее купил, а вам она нравится. Вы разместили на своей карте сокровищ, и она принадлежит миллиардеру. Получается, что? Какая-то несостыковочка получается? Я понимаю, что претендуете на эту машину, которая принадлежит миллиардеру, или на эти сокровища, драгоценности, которые вы разместили на своей карте сокровищ, которые принадлежат совершенно другим людям, тоже миллиардеру. Или размещаете дом своей мечты. Берете из журнала картинку, а этот дом, явно чей-то, кто-то его купил, вы его размещаете. Это очень интересный вопрос. Я предлагаю вам задать его Наталье Борисом Неправдиной. У нее книг проданы, особенно ее книжка, я привлекаю деньги, где это написано в ее книжке. Больше 10 миллионов экземпляров она продала. Этот вопрос задайте, пожалуйста, Наталье Борисом Неправдиной. Так что вот, если вы разместили дом чей-то, понимаете, эта машина кому-то принадлежит, а вы это на своей карте сокровищ вместили, также драгоценности, да еще выразили чьих-то детей. Понимаете, она говорит, вот разместите прекрасных младенцев на своей карте сокровищ. Насколько это этично размещать, вырезать из журнала понравившихся вам детей, младенцев, разместить ее на вашей карте сокровищ, насколько это этично и вообще, как это вообще все это выглядит. Задайте этот вопрос Наталье Борисовне Правдиной, которая вот знает, наверное, она волшебница, фея, но знает, наверное, ответы на эти вопросы, потому что она счастлива, успешно, богата и уже на заработанные деньги сумела купить виллу в три этажа в Турции. Вот такие вот дела. Поэтому я вам предложила, конечно, разместить, я не знаю, энергия, изобилие, вот, как-то, не знаю, кому нравятся миллиардеры, вот, понимаете, все-таки там энергия, энергия явно изобилия, вы знаете, Михаил Прохоров, я вообще, так вот все там по этому, раньше там потом смотришь, там по ютубу, вот так, кстати, вообще холостяк, неженат, богатый, симпатичный, высокий. Поэтому я и предложила его внести. Обратите внимание, я вам там погрузила семинар Натальи Борисовны Правдиной, карта сокровищ, она большой коллаж показывает, вот такая большая коллаж и вырезаны из журналов огромное количество картинок. Машины, яхт, драгоценности, все это на этой карте, она об этом все рассказывает, да, все чьи-то вещи. Я не знаю, все-таки, наверное, это знаете как? Вот такая, вот такая, вот такая, вот такая фиджелай этих мужчин, это Мерлин Монро, понимаете, такой эротический область это Мерлин Монро. Понимаете, если мужчина мечтает о такой, как Мерлин Монро, и там, я не знаю, там картинки, может быть, журналы с ее там вот как коллекционируют или еще что-то. Ну, или что, не знаю, это, Памела Андерсен или Анна Семенович, понимаете? Мы, мы там мечтаем о такой же, как Анна Семенович с такой вот этой грудью. не знаю, скажу вам по секрету, много лет назад я разместила дом на моей карте сокровищ у опоры в инфрии в Америке. я нашла его в журнале, это был дом опоры в инфрии. Так что, вот. И хоть я написала в моей книжке, что у меня многое сбылось, но, вы понимаете, да, разместить на моей карте сокровищ дом опоры в инфрии, честно говоря, я не думала, что как бы, как это, что как бы, не знаю, там. Я, наверное, так предполагала, что примерно такой же, но не этот конкретно. Было это давно, много лет назад, так что, Нет у меня дома опоры в инфрии, даже такого, даже близко дома нет, по-какому стоят таких денег, это нужно быть, вы знаете, зарабатывать столько денег, сколько у кого проводится, зарабатывать, чтобы купить такой дом. Даже хамера нет, которые там размещала хамер на моей карте, сокровисть, желание, эти хамеры. Прошло много-много лет, этих хамеров нету. Так что, очень бы хотелось, конечно, пообщаться, как вот, как там Наталья Правдина делает прямой эфир с этой Ханной, которая разместила певица, как эта Ханна, которая говорит, что вот она сделала карту сокровищ, и все-все-все у нее сбылось, и вообще вот, так что вот, хотелось бы посмотреть, очень бы хотелось посмотреть. так что вот, вы писали, почитайте, да, я же не буду, я уже вчера написала, просто здесь продолжение, я не все написала, у меня еще будет здесь продолжение, продолжение, так скажем, немножко вот это, даже не знаю, все вот так вот, конечно, я тут про Янху решила, как-то вот это вот, это красиво, в общем, вот это вот. Я даже сама не могу сказать, как мог у Михаила Маратович, если он даже это видела, как к этому отнестись, понимаете, к тому, что я вот это написала. Ну, честно говоря, конечно, я хотела привлечь ему внимание, в том числе. Что я еще не написала, я, в общем, я здесь сказала, богатей, понимаете, вот эта вот система, вот этого Джона, Джона Рокфейнера, я изучала много лет вообще, знаете, истории богатых и великих, вот, я никого не нашла, чтобы человек был богатейшим своего времени, богатейшим, это добился богатства с нуля и имел определенную систему, так что вот. Учимся вообще быть богатым по системе Джона Рокфейнера, также учимся спокойствию по Джону Рокфейнеру, учимся тратить деньги, учимся экономить и тратить деньги по Генри Фонду, вот. Я даже читаю, это уже в моей книжке, я вам потом это зачитаю, эти отрывочки, вот. Я же не читала, там моя голова про спокойствие, я это вычитала в этой биографии Джона Рокфейнера, я это связывала, это был очень такое, ну, скажем, вот он, а, вот, я же ему сказала, что когда у него спросили, когда Джон Рокфейнера стал богатейшим человеком своего времени, у него спросили, как ему удалось разбогатеть, разбогатеть, он сказал, что Бог дал мне вот эти деньги. Так нам было написано, что он считал себя избранником Божьим. Это очень удивительно, это было так и написано, я как-то поняла, что, наверное, с этим что-то связано, понимаете, не просто так. Он считал себя избранником Божьим, что он должен разбогатеть, что он будет богатым, что он достоин богатства и он очень-очень интересно к Богу относился, десятину, десятину Богу, я понимаю, что и в личной жизни я очень считала, что он такой, в общем, наверное, как-то и религиозный был, но какие-то религиозные моменты я не могу сказать, я, это, книжки, не знаю, может, ну, может, мало кто и знает, но я такой личный, так что и вот. Я связываю его спокойствие как раз с этим отношением его к Богу, понимаете, вот это вот десятина Богу, вот, и спокойствие, я понимаю, он черпал тоже оттуда, вот этих, из-за небесных сфер, был спокойным. Я делаю такой вывод сама, я вот такой вывод сделала, потому что я много что читала в книжке Джозефа Мерфи и Нормандо Минсетта Пила, про обычных людей, про спокойствие, вот, а здесь, понимаете, при таких деньгах и так далее, в общем, как-то вот это. И прожить он хотел сто лет, ему вроде как 99, почти спасти сто лет прожил. Так, по-моему, я не ошиблась, в общем, как-то вот, я молочен, по-моему, так вот, так-то, по-моему, да. Понимаете, несмотря на какие-то перипетии, воины, нефтяные, вот это, у него он как-то вот сумел вот это все связать, понимаете, вот это отношение к Богу, вот эта десятина, вот эта вот какая-то, вот такой, наверное, очень, такое какое-то вот это вот отношение. Вы поняли, да? Ну, я не знаю, будет ли корректно это сравнить, знаете, есть такие аборигены или какие-то племена, которые где-то там живут, но они как-то в своего там Бога верят, они знают, там какая-то гора, она иногда как-то там что-то там дырится, и в общем, понимаете, если они там что-то такое плохое делают, это какая-то гора, что-нибудь там вот это, или камни падают, или она дымится, и они считают, что это как бы гневается Бог. И они как-то так устекли, что если они Бога не трогают, это очень как-то так это нормально, понимаете, а как-то вот не гневаются, они как-то это смекнули, эти вожди, понимаете, вожди племени. И они уж как-то вот объясняют, что вот это делать не надо, вот это, вот это, чтобы не гневить, чтобы вот так спокойно и там, то есть понимаете, это из каких-то вот этих ходов, я где-то это смотрела, вот. Несмотря на перипетии, какие-то жизненные перипетии. Это какое-то немножко странное сравнение, но это сравнение говорит о том, что это не связано с религией. Потому что те аборигены даже о Христе, о каких-то религиях, может, вообще не знают. Так что вот. Это говорит о универсальности. А это, знаете, еще о чем говорит? Это к Жору Рокпиллеру возвращаясь, что по тем временам, по тем временам, понимаете, вот мир, когда мир, он идет к добру. Это вот в этой книжке сказано, но очень интересными словами, я так и не могу вам сказать, как в этой книжке написано. Вот. И, в общем, проходит такую свою эволюцию. Свою эволюцию и на тот период времени, на тот период времени. Так что вот. То есть, вот какие-то такие моменты, понимаете, делать или не делать, хорошо или плохо. Вот это вот. И наверняка, сделав что-то такое, но имея такие совершенно четкие понятия, десятину Богу, да, вот эти вот и правильные понятия, он, наверное, часть кармы или карму как-то эту свою, мы поняли, да, вот эту вот, наверное, десятины, несмотря на какие-то такие жесткие решения в бизнесе, он своим четким понятием, десятины, своим отношением к Богу, не просто там, вот, хочу, там, даю, хочу, не даю, он каким-то четким понятием эту карму свою очистил. То есть, это мои какие-то догадки. И там, знаете, как это по Джону Келхо, там на небесах все записано. Так что вот, это вот такая аутика очень уникальная, понимаете, чувство, но наверняка он такой очень уникальный какой-то такой вот был. Что там еще интересного? Ну да, с клерком он работал, в общем, вот так, да. По предназначению, ну, знаете, я вам что-то сочетаю, сейчас я это видео загружу, надеюсь, оно у меня записалось. А, вот, а, вы знаете, вот это, да, как это, еще вот это вот, цитата, цитата, что, забыла я, что ли, цитату эту? Нет ничего сильнее, идея, время которой пришло. Тетя Салмановна, чья лица така? Нет ничего сильнее, идея, время которой пришло. Гюго, Виктор Гюго, Виктор Гюго. Надо посмотреть, посмотреть. И самая гениальная цитата, моя любимая, по Джону Фу Мерфи. Так что вот, если весь мир говорит, что это невозможно, человек с дисциплинированным сознанием отвечает, это уже сделано. Так что вот. И самая гениальная, знаете, это омолаживаемся по системе то ли Джозефа Мерфи, то ли Норманта Винсета Пилла, я не помню, в какой-то книге было написано, потому что, скорее всего, в Джозефа Мерфи было это написано. Так что вот. Ночью омолаживаться в косметическом кабинете блока. Я найду эти, вот видите, где это было написано, я это зачитаю на моих, в одном из моих следующих программ. Так что вот. Это вообще, это, наверное, супер такое, супер гениальное. Ну, я так думаю, чтобы это делать, нужно иметь такую связь, вот как у этого Джона, Джона Рокфеллера была, понимаете, вот такая вот какая-то десятина, то есть у него такой порядок был. А не то, что, а, я сейчас буду вот это омолаживаться, а потом плевать, короче, вот это. Вы поняли, да? То есть у того, я понимаю, у него была четкая вот эта вот, четкая вот такая вот, я точно сказать не могу, но я поняла, что вот такая вот. Такой четкий порядок в этом плане. Он держал, понимаете, держал себя, держал эту линию. Десятина Богу и вообще отношение к Богу. И, судя по всему, омолаживаться в косметическом кабинете Бога может тоже, наверное, по такой же системе, если четкую такую линию держишь. Потому что ситуации бывают разные, вот, но здесь самое главное выбрать правильную, знаете, вот этот вот правильный ответ. И так же по Джозефу Мерфи, знаете, как там, чтобы не волноваться, передать свои деньги, чтобы Бог о них заботился. Возможно, вот эту теорию взял и Джон Рокфеллер. Ну, чтобы вот этим овладеть, надо иметь, понимаете, вот какое-то такое, быть, как же сказать-то, не религиозным, а как это называется. А, это по-другой, по этой, по притче, по этому, тоже, знаете, очень такой, наверное, мудрый был, как там, это, в Лев Толстой, это его притча. Так что вот, что-то по поводу ошельников, понимаете, которые жили там, где ошельники и молились. Трое вас, трое нас, помилуй нас. И по воде ходили. Так что вот. Я просто из этого делаю вывод, что можно где-то вообще где-то там или абориген, или просто в лесу, или вообще даже вообще религии не знать. Но иметь какие-то вот такие вот понятия. Просто молиться не знают, но просто молятся, и молятся как-то вот от души, понимаете, от души им это помогает. Судя по всему, другие, понимаете, считают себя какими-то набожными, религиозными, или что-то в этом роде, и молитвы, понимаете. Но у них вот этого, как там, вот это вот, ну, я не знаю, как сказать. Они сначала молятся, а потом, в основном, грешат. Они молятся и грешат. И, как говорится, и вот это вот, и вот это вот, и это вот. И они, наверное, думают, что они согрешили, потом они помолились. В общем, на самом деле, у них вот это вот, все такое вот это непонятное. А кто может сказать, ну, вы спросите там, понимаете, там, ну, кто являетесь какими-то специалистами по этому, так спросите, наверное, люди какие-то, знаете, такие, кто уже там. Смотря в какую область. Я вообще читала с секретных материалов, что в советские времена, в советские времена, в секретные материалы какие-то, может, врут, конечно, я не знаю. Я это интернетила. Что, знаете, вот эти исповеди священникам. Надо было, знаете, если что, туда, в эти, как там, куда там, куда там, в КГБ там вот это вот отдавать исповеди. Человек такой приходит, исповедуется, а потом эту исповедь слевает. Хотя Салман нам пишет сценарий, агент номер 7, вы поняли, да? Так что вот. Вот здесь возникает вопрос, а смысл какой-то доходить? А вот еще вопрос. И очень интересно то, что я прочитала. Сейчас, знаете, вот это вот. А знаете, вот это, где тут я вот, я же это цитат, вот это вот. Я вообще, когда заинтернетила, заинтернетила, а, кто-то мне тут еще лайк поставил. Так что вот. Ольга, Ольга Белых, Ольга Белых поставила мне лайк. Они, наверное, думают, что Татьяна Салмановна будет очень рада на один лайк там или еще что-то. Наверное, что они хорошее дело сделали, понимаете, вот это вот. Лайк поставили, я удаляю тут это все. Салмановна работает не на массовое вот это, а на VIP, вы поняли, да? Ну что, Евангелие процветания. Цитата из интернета, википедия. Евангелие процветания. Также теология, процветание, Евангелие, преуспевание или доктрина преуспевания. Христианская, протестантская идеология, которую исповедуют более 10 миллионов человек и которая заключается в идее, что Бог заинтересован в том, чтобы люди были финансово обеспечены, имели крепкое здоровье, счастливые браки и в целом жили хорошо. Эта идеология связана с движением веры. Обратите внимание, движение веры написано с большой буквы, которая утверждает, что люди имеют право на основание Библии быть богатыми и обеспеченными. Евангелие процветания, википедия. Когда я это прочитала, я пишу, ну вы поняли, да? Это я взяла из интернета. Это я не сама придумала. То же самое говорил протестантский проповедник, который проповедовал много лет, вот Джозеф Мерфи, написал огромное количество книг, что ваше право быть богатыми и счастливыми. Это проходит через все его книги. Продолжение следует... Еще я хотела сказать, что, понимаете, вот очень интересно, очень интересно, хорошо, что я сняла, это я вообще... Юрия Прокопенко, знаете, вот про, знаете, про сексуальность, про сексуальную энергию, про энергию любви. Очень интересно, я слушаю лекции сексопатолог, врач с 30-летним стажем, Юрий Прокопенко. Я загружаю некоторые его видео с его канала Ютуба на мою страницу ВКонтакте, Татьяна Салмановича, через Депис, Махтум Сайфулин, через Депис. Самое даже очень интересно послушать. Вот, и честно говоря, одну из этих передач, вчерашнюю, хорошо, что я вовремя удалила, потому что он там такое говорит, говорит, что в одном обществе может быть принято, вот одно, в другом обществе другое. Вот, я примеры даже вам приводить не буду, я так сняла, потому что, в общем-то, так оно и есть. Понимаете? Если вы посмотрите на культуру и вообще как живут в Америке, я жила в Америке 4 года, путешествовала по Европе, я была больше, чем в 25 странах мира. То есть вы посмотрите на Америку, посмотрите на Россию, посмотрите на Европу, и вот. Потом поедете в Таиланд, посмотрите Таиланд, и потом будете там, я не знаю, смотреть африканские страны, Китай, и куда-то углубитесь, куда-то там, где какие-то вот племена живут. Хотя, в общем, время идет вперед, и если вы посмотрите на то, как живут и во что верят американцы и какой-то жители какого-то племени, например, где-то далеко, далеко, где-то там. Про эти племена я смотрела по Ютубу. Так что вот. Далеко ходить не будем. Такое очень интересное племя, где принято, женщины работают, мужчины отдыхают. Это показывала какой-то вот это вот Орел и Решка. У них свои какие-то обряды, ритуалы, они живут там по-своему, они, я не понимаю, не работают, там жара, у них какое-то там хозяйство такое, в общем, вот это, и в общем, как-то вот так. что вы думаете, если вы туда приедете и будете им рассказывать про какие-то религии, там, там еще что-то такое. У них, у них уже много летние, сложившиеся, они так живут, вообще, не знаю, что там огромное количество лет. Ну что? Орел и Решка Ну да, какая, как интересно. Так, Пауэль Сандерс, 13, 15, 18. Затей, Салмал, не прислали письмо. I'm Paul Sanders from Canada. I'm Paul Sanders from Canada. I'm... Давайте я лучше это, его письмо, его это письмо я переведу на русский. Сейчас я заинтернечу на русский. На русский заинтернечу. По-русски мне будет легче. На переводчике, на переводчике. Прочитаю вам на русском, что он мне на английском написал. Сама я читала. Что вы делаете, Салмана, будем читать или нет? Я сама это письмо, мне легко письмо пишут. Привет. Я Paul Sanders из Канады. Я болен. И по словам моего врача, могу не выжить в результате рака. Я хочу передать вам свой фонд в Уганде. И я свяжу вас с представителем вице-президента Уганды. Чтобы дать вам визу в страну. И вы отправитесь получать фонд. И фонд я был подрядчиком, когда жил в Уганде. И мой фонд с отделом безопасности будет направляться на благотворительные цели в вашей стране, через вас. Мои. И дальше идет цифра. Миллионы долларов находятся в департаменте безопасности Уганды. И они будут переданы вам для использования в благотворительных целях. Вас встретят в аэропорту представитель вице-президента Уганды. И по ценным бумагам вы возьмете 10% фонда. Он мне предлагает 10% от этого фонда? Пожалуйста, ответьте. Уважение по Сандерс. Уганда. Татьяна Салмановна сейчас блестет знаниями. Татьяна Салмановна, где Уганда находится? Татьяна Салмановна сейчас в интернете это скажет, где Уганда находится. Вот же она знает. Уганда. Сколько нулей? Уганда. Сколько он предлагает денег? Он мне предлагает 10% от этих денег? Я даже не поняла. Вы поняли, что это? Жалко, конечно. Знаете, очень, конечно, жало, когда люди пишут по поводу болезни. Я вообще, знаете, такая вообще жалостливая вообще на самом деле. Зачем вообще такое, знаете, вот это писать? Вот он думает, понимаете, вот это вот по поводу вообще на самом деле. Я как говорила с Диме? Я по-моему, Диме рассказывала. Я ему звонит, звонит, говорю, вот этот мужчина. Директор кладбища вот этого. Я там заказывала к Юрию Анатольевичу заливку сделать. Поним? На кладбище вот это. порядок навести там с василий мальчим ездили все показали все посчитала предоплату сделала заливку там понимаете на этом на могилах потом звонит директор кладбища и говорит знаете что вот у вас был такой такой-то вы ему делали заказ вот это вот заливку вот это вот на таком-то захоронение вы знаете он умер теперь там кто-то другой там вот это там вот это вы когда приедете очень на самом деле это диме говорю я говорю дима я говорю я очень часто послушал там такой молодой мужик вот это вот такой здоровый средних лет один года вы даже голову не берите у них у кладбищенские такие шутки их там на другой участок перевели они говорят что он там умер там они же у них каждые не работают этих покойников видят еще бы то они у них шутки такие я вам сказала матом конечно ну в общем сколько там денег так вот этого вы знаете сколько он предлагает денег единица сколько так нулей раз два пять нулей шесть семь восемь девять десять десять нулей десять нулей короче единица десять нулей 100 миллионов долларов а это 100 миллионов долларов да ну да счет в уганде 100 миллионов долларов так что это такие шутники ах как эти денежки выглядят кажучи ах эти денежки это наверное показано как это выглядит как 100 миллионов долларов это наверно мои два сундука два мая сундука там 100 миллионов ах это вообще вот это вот я ваше письмо отправлю отправлю хотели варьяновичу так что вот по вашу уганду еще напишем где это где-то уганда находится уганда 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 википедия уганда что это такое государство восточной африки ну да оси револианчик кошка все четыре страны африки дает африканская страна входят в содружество наций граничит на севере с южным суданом на западе с демократической республикой конго на юг на юге с рук с руандой 100 миллионов долларов фонд а что там надо на нужды чего-то кондак вы и там это организовал там на жерков столько проблем этой ванде африка уганда как я вам там читала куда-то потратите деньги 10 процентов а 10 процентов сколько сколько будет вот этого ну да если мне пишет очень как то вот это вот я вам еще раз говорю если вы хотите быть спонсором моих программах моих порчика студии позитивного мышления сила позитивной мысли вы можете вы можете перечислить мне деньги на мой банковский счет так скажем банков тинько но еще то я публикую крупным планом зачем мне писать какие-то фантастические ваши вот эти истории понимаете что я покажу мой этот бэнк знаете этот банков тинькоф мой личный кабинет личный кабинет бэнк у тинькоф и они мне смс-ку уже присылали какой тут номер 7822 вы почитаете лучше книжку вот эту вот секрет 7822 там же написано и про африку какие-то вот это мужчина даже он вылечился какой-то вообще вот этот вот посмотрите фильм секрету посмотрите люди из каких-то ситуаций из неизлечимых выходных вот на вам счете минус минус 200 247 рублей 15 копеек так что вот давайте каждый будет своим заниматься тем сам она не занимается благотворительными фондами никотин все лежит адекват и м еще Продолжение следует...